Введение мяча, финты и удары. Многочасовые тренировки по несколько раз в день практически в любую погоду. Для футболистов Белшины дело привычное. Правда, сегодня, после вылета из 1-16 Кубка Беларуси, подход к отработке техники несколько иной. Спортсмены намерены показать красивый футбол горожанам и уже завтра разгромить Брестский рух. Соперник по первой лиге достаточно серьезный, организованный. Будет не так легко, будет тяжеловато. Будем искать возможность, как вскрыть оборону их. Футбол без голов не бывает. Обязательно надо забить и выиграть. Спортсмены планируют взять мяч под свой контроль и активно атаковать противника. Укрепление защиты по умолчанию. В помощь новые силы. Накануне клуб подписал контракты с двумя игроками из России. Роман Салимов – один из новичков в команде, но аксакал в футболе. Парень играл за Зеленоградский спутник, Тульский арсенал, Московский спартак. Теперь он центральный полузащитник Белшины. Чем для вас все-таки перспективно здесь играть? Здесь стоят достаточно амбициозные задачи выхода в высшую лигу. Поэтому всегда, конечно, для футболиста приятнее, интереснее решать какие-то задачи, бороться за первые места. Да и потом интересно поиграть в высшей лиге Беларуси. Я здесь никогда не играл. Будет интересно поиграть. Как признался главный тренер красно-черных Юрий Пунтус, по результатам первого круга чемпионата пришлось попрощаться с рядом игроков. Спортсмены перешли или в процессе в составы других белорусских команд. Родобоев, он ушел, Волна, Волна, Пинск, Галенко, Нафтан, Новополоцк, Шакуров, Химик, Светлогорск. Ну и единственное, вот Антон Бумнов тоже имеет предложение. Мы договорились, его ждут с Слонями. Обновленный состав Белшины уже сыгран. Настроение боевое. Тренер уверен, у красно-черных есть все шансы для предстоящих побед. Осталось лишь заручиться поддержкой болельщиков. Футболисты ждут фанатов на трибунах стадиона «Спартак». Там уже в эту субботу в 17.00 красно-черные встретятся с Брестским рухом. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360. Один цент.